Всем привет! Друзья, вы на канале Ульяна English, где мы говорим нет скучным учебникам и учим английский самым небанальным и интересным способом. Сегодня я вам очень быстро и четко расскажу про 25 способов, как можно сказать спасибо на английском, чтобы это не было всегда просто thank you, thank you, thank you, никакого разнообразия вашей речи, поэтому сегодня наша нацеленность на то, чтобы обогатить наш словарный запас и знать, как еще можно сказать спасибо на английском, поэтому обязательно досматривайте это видео до самого конца, это будет очень полезно и интересно. Итак, мы разобьем эти 25 способов сказать спасибо на некоторые подгруппы, чтобы вы понимали, в какой конкретной ситуации вы можете использовать те или иные выражения. Начнем мы, конечно, с самых базовых ситуаций, когда, например, кто-то помогает вам открыть дверь или помогает донести тяжелой сумке. В таком случае, конечно же, самое первое базовое выражение, которое знаете вы все, это просто thank you, thank you, спасибо. Далее есть его краткая и более неформальная версия thanks, thanks. Чтобы немного прибавить силы своему спасибо, можно добавить so much и получится thanks so much, thanks so much. Ну а если вы благодарите своих близких друзей, либо родственников за какую-то очень большую услугу, то можно сказать thanks a million, thanks a million, типа ну просто вообще на миллион спасибо от всей моей души, thanks a million. Следующая категория спасибо относится к тем ситуациям, когда кто-то вам оказал какую-то услугу, сделал для вас какое-то добро, помог вам написать курсовую работу, завершить какой-то проект и так далее. В таких случаях, если вы хотите отблагодарить человека за его доброту, за его искренность, то можно сказать that's very kind of you, that's very kind of you. В этом выражении прямо-таки присутствует слово kind, то есть добрый, спасибо за вашу доброту, that's very kind of you. Далее есть еще одно выражение, в котором отсутствует слово thank you, но оно напрямую выражает, как вы благодарны человеку, можно сказать you made my day и дословно переводится как ты сделал мой день, мне кажется, на русском мы тоже стали так говорить you made my day, это знаете, допустим, с утра вы проснулись в плохом настроении, потом читаете какое-то сообщение очень радостное и пишите человеку you made my day, ну ты мне просто весь день сделал, теперь у меня офигенное настроение, спасибо тебе. Ну а если вы просто хотите поблагодарить человека за то, какой он сам по себе классный, за то, какой он душевный, как сильно вы его любите, можно просто сказать you are awesome. Двигаемся к следующей категории спасибо, и относится она к тем ситуациям, когда кто-то, допустим, делает для вас что-то неожиданное, неожиданное, конечно же, приятное, потому что мы никогда не будем говорить спасибо за неприятную ситуацию, то есть, допустим, вы этого не ожидали, но тут какой-то сюрприз, как было, например, у меня на мой день рождения, мои подруги приехали из другого города, я совсем этого не ожидала, открываю дверь, а там стоят они, конечно же, это было очень-очень приятно для меня, и в такой ситуации, допустим, вы можете сказать I don't know what to say, И дословно, блин, я даже не знаю, что сказать, настолько у меня просто переполняет меня чувство, у меня шок, но этой фразой вы также показываете, что вы очень благодарны человеку за этот поступок И наверняка вы понимаете, что бывают такие ситуации, когда вроде бы одновременно вам приятно, что человек сделал какой-то сюрприз, но с другой стороны вы чувствуете некую неловкость, вам как бы неудобно, что человек там свое время потратил на вас, или еще что-то, и в таком случае, есть такая фраза, которая также может выразить вот эти чувства, звучит она так Типа, ой, да не стоило этого делать, я бы и сам справился, но все равно как бы спасибо И добавлю еще одно выражение в этот список, что значит, что так внимательно с твоей стороны было поступить так по отношению ко мне, how thoughtful of you, типа спасибо, чувак, очень приятно Следующая подгруппа, это те ситуации, когда человек, допустим, помог вам достичь какой-то важной цели в вашей жизни, действительно, бывают такие моменты, когда рядом оказывается тот самый человек, это не обязательно друг, возможно, какой-то новый знакомый, который вам помогает достичь ваших желанных целей, здесь вы можете применить следующее выражение Я бы без тебя не справился, я бы просто сюда не дошел, я бы не сделал это без тебя Я действительно хочу тебя поблагодарить за твою помощь, спасибо, что ты мне помог И еще Я реально ценю все, что ты для меня сделал, я всем этим очень дорожу, я это ценю Используя три вышеупомянутых выражения, вы даете понять человеку, что вам не все равно, вы не обесцениваете помощь этого человека, вы реально это цените и хотите это показать, поэтому обязательно забирайте себе эти выражения в копилочку Далее мы смотрим на категорию тех самых выражений, когда мы хотим отблагодарить человека за то, что он нам помог пройти через какие-то очень сложные моменты нашей жизни, у каждого из нас бывают такие моменты, иногда это бывает какая-то депрессия, либо просто период когда ничего не получается, все валится из рук, цели не достигаются, вообще как будто жизнь вся идет крахом, но человек оказывается с вами рядом, и как-то морально в первую очередь вас поддерживает В таких случаях вы можете ему сказать Я реально очень благодарен за твою помощь Или же Для меня это очень много значит, все что ты для меня делаешь, для меня очень много значит И еще одно выражение, которое мне очень нравится Получается дословно мы конечно не можем перевести это выражение, типа спасибо что у тебя есть моя спина На деле это конечно же переводится как спасибо за твою поддержку, за то что ты всегда обо мне заботишься, спрашиваешь как у меня дела, все ли со мной хорошо и просто меня поддерживаешь Кстати ребята не забывайте в чем плюс вот так вот учить английский по видео урокам в ютюбе, что вы можете просто нажать на паузу, либо отмотать назад и убедиться что вы запомнили все выражения А также я очень советую записывать их себе в блокнотик или в тетрадочку, чтобы не просто посмотреть и куда-то это там улетучилось через секунду А чтобы это осталось на каком-то носителе, лучше письменно записать рукой, то есть слушать меня, записывать и таким образом это зафиксируется в вашей памяти гораздо лучше И далее давайте поговорим о тех случаях, когда вы хотите сказать спасибо за какие-то определенные вещи Допустим, если человек поделился с вами знаниями, каким-то опытом и вы хотите отблагодарить его именно за это К примеру можно сказать Что значит спасибо за ваши рекомендации Ваши рекомендации мне очень помогли Или Спасибо, что вы мне это объяснили, разъяснили Теперь если что вы знаете, что писать в комментариях к видео Если вам действительно это было полезно и вы хотите меня отблагодарить Если же вы хотите сказать спасибо человеку за то, что допустим он навестил вас в вашей квартире или доме, вдруг постучал и спросил, как у вас дела Либо заскочил в ваш офис во время обеда, принес вам чашечку кофе То можно сказать следующее Мол спасибо, что заскочил, спасибо, что не забываешь обо мне Ну и в целом вот эта структура Очень распространена И далее вы можете добавлять за что спасибо Если вы добавляете глагол, то не забывайте, что он должен идти с инговым окончанием Допустим потеряли вы собаку, но кто-то ее нашел И можно сказать Спасибо, что нашли мою собаку Либо То в таких случаях вот вам еще несколько рабочих фраз Например Спасибо, что связались со мной Это звучит очень формально и так официозно Или же допустим вы написали письмо И буквально через три минуты вам прилетает ответ И вы очень благодарны за такую быструю реакцию И можно в ответ написать человеку Спасибо за ваш скорый ответ Prompt это очень скорый, быстрый Еще одно формальное выражение вам на заметку Я очень ценю вашу обратную связь Спасибо за вашу обратную связь, что вы не молчите И то же самое говорю я вам заранее Я очень ценю вашу обратную связь К моим видео, когда вы пишите комментарии Ставите лайки, подписывайтесь на мой канал Так я вижу, что все то, что я делаю не зря И вам действительно это полезно И давайте возьмем еще одну фразу из формальных Я очень благодарен за вашу помощь Assistance, фактически это то же самое, что Help, но более такое, так скажем формальное опять же словечко Thank you for your assistance Спасибо за вашу помощь И напоследок давайте поговорим о том, что же говорить в ответ на thank you Когда вам говорят спасибо, вы же не можете просто молчать Во-первых, это будет звучать грубо Если мы говорим непосредственно про английский язык Про общение в их среде То очень обязательно быть мега коммуникативным И показывать общение прямо в моменте То есть если вам кто-то говорит thank you Вы можете ответить следующими опциями Самое распространенное, которое вы однозначно знаете Это you're welcome You're welcome Что переводится как пожалуйста И конечно мы понимаем, что you're welcome Это такая довольно формальная фразочка Но не стоит себя ограничивать этими рамками В целом вы можете использовать ее в любой ситуации Даже в повседневной ситуации То есть она не будет звучать слишком строго Она подходит в принципе и там, и там You're welcome Ну а если мы говорим о чисто неформальных Таких жизненных, обыденных, рутинных ситуациях В повседневной жизни То можно отвечать на thank you следующим образом Допустим Дословно типа, ну даже не упоминай То есть не стоит даже говорить спасибо Я делаю это от чистого сердца Также Типа никаких проблем, с удовольствием я тебе помог Еще со школы давайте вспоминайте такое выражение Как not at all Типа не за что вам говорят спасибо А вы говорите not at all, не за что Ну в целом конечно она уже не столь распространена Как была когда-то тогда Когда мы были маленькими учились в школе Но все равно еще иногда можно ее встретить Ну а если вас кто-то благодарит за какую-то услугу Которую вы оказали человеку Но вы делали это от чистого сердца Вам правда было очень приятно помогать человеку То вы можете ответить It's my pleasure Да мне было только приятно Я вот честно так часто отвечаю своим комментаторам Когда вы мне пишите Ульяна спасибо за видео Я отвечаю It's my pleasure Да мне только приятно вам помогать в изучении английского языка Ну и собственно на этом все ребята Вы узнали 25 рабочих Очень классных выражений на английском языке С помощью которых вы можете отблагодарить человека В зависимости от типа ситуации Также вы узнали несколько выражений Как ответить на спасибо Надеюсь это видео было для вас полезным Не забывайте ставить лайки Писать ваши комментарии О чем вы хотели бы увидеть мое следующее видео И также пожалуйста подписывайтесь на мой канал Потому что впереди у нас будет очень много полезного Всем спасибо кто досмотрел это видео до самого конца Увидимся с вами в моих следующих выпусках Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok